Наш Пророк Мир Мои Благословения предсказал появление одного человека, имя которого будет Мухаммад Ибн Абдилля. Люди будут называть его наставленным на истинный путь, то есть Махди. Мир будет в очень-очень печальном положении перед появлением Имама Махди. Земля будет полна несправедливости. И придет Махди и заполнит ее справедливостью и правдой. Появление этого человека – последнее из малых признаков Судного дня, то есть появление Махди. И он будет связью или мостом между малыми признаками и началом больших признаков. Между малыми признаками и началом больших признаков. А началом больших признаков будет появление даджжаля. Это первое из десяти больших признаков. Махди будет жив, когда придет даджжаля. Таким образом, последний малый признак и первый большой признак совпадут во времени. И имам Махди не только застанет появление даджжаля, но и сразится с ним, но потерпит поражение. После чего появится второе из больших признаков, и это Иса ибн Марьям. Махди будет жив, когда он появится и будет сражаться в армии Иса алейиссалям. И в итоге Иса алейиссалям окажется тем, кто убьет даджжаля. А после этого события нет никаких упоминаний об имаме Махди. Чем на самом деле является предание об имаме Махди? Правда ли это? Или просто суеверие? Верим ли мы в это? Есть ли этому настоящие доказательства? Или это нечто, придуманное людьми, чтобы, скажем, заблудить людей? Прежде чем начать, что значит слово Махди? Слово Махди образовано от слова Худа или Гидайет, которое значит наставленность. А Махди означает тот, кто наставлен на верный путь. Вообще Махди – это имя. Возможно, кого-то из вас зовут Махди. Это имя. Некоторых из правителей звали Махди. И одного из известных халифов аббасидов отец назвал Махди, то есть наставленный на верный путь. И в этом имени нет ничего несправедливого. Но в этом случае Махди – это титул, а не имя. И он означает тот, кого Аллах, Святой и Велик, наставил на верный путь. Где же мы находим информацию об имаме Махди? В Коране нет ничего, ни прямого, ни косвенного, об имаме Махди. Нет ни одного аята, который содержит хотя бы косвенное упоминание о самом Махди. Но есть более 20 хадисов об имаме Махди, достоверных хадисов. Некоторые из них в Бухаре и Муслиме. Самая достоверная книга хадисов после Бухарии и Муслима, сборник Абу Дауда, содержит главу под названием «Глава об имаме Махди». Он выделил отдельную главу для имама Махди. В нем он собрал более дюжин разных хадисов о нем. То есть Абу Дауд, Мхадис, ученый хадиса, посвятил в своей известной книге отдельную главу хадисам об имаме Махди. Суннан от Тирмизи также содержит отдельную главу о нем. И в названии этой главы есть слово «Махди». И многие другие мхадисы рассказывали о своей вере в имама Махди как в один из признаков Судного дня. Поэтому правильным будет сказать, что большинство ученых подтверждает обоснованность веры в приход этого справедливого человека к концу времен. И сами верят в эту концепцию. Сунниты, несомненно, верят в имама Махди. Почему? Потому что это есть в книгах Сунны. Это есть в книгах хадисов. И мы верим в то, что пришло в книгах хадисов. Итак, давайте приведем хотя бы десять из этих хадисов и постараемся получить из них некоторые описания имама Махди. Из числа этих хадисов, достоверный хадис из сборника Абу-Дауда, что Пророк миром и благословения Аллаха сказал. Хадис в Абу-Дауд. «Если бы этому миру оставалось существовать только один день, Аллах его непременно удлинил бы, чтобы пришел человек из моей семьи, чтобы пришел человек из моих потомков, с тем же именем, что и у меня, отца которого зовут так же, как звали моего». Он заполнит весь этот мир справедливостью, так же, как оно было заполнено нечестием. Это самый достоверный хадис об имаме Махди, из которого мы узнали три вещи. Может, больше. По крайней мере, три. Первое. Имя имама Махди будет какое? Мухаммад. Второе. Ибн кто? Ибн Абдиллах. Третье. Что он сделает? Заполнит мир справедливостью так же, как он был заполнен нечестием. И можно добавить четвертое. Когда это случится? Ближе к концу времен. С каких слов начался хадис? «Если бы оставался один последний день, Аллах его продлил бы». Это значит, что Махди появится ближе к концу времен. Теперь, кто будет или через кого идет родословная имама Махди? Так же передается в сборнике Абу-Дауда, что Пророк миром и благословения Аллаха сказал, «Махди из моей семьи, из детей Фатимы». Сколько сыновей было у Фатимы? Двое. Хасан и Хусейн. Значит, Махди будет потомком Хасана или Хусейна. Кого из них? В достоверных хадисах нет указания, но Абу-Дауд передается иснадом от Али, что он посмотрел на своего сына Хасана и сказал, «Этот мой сын является господином, как его назвал Пророк миром и благословений». Из его рода выйдет человек с именем, как у нашего Пророка, схожий с нашим Пророком в нравах, но не схожий внешне. Он будет похож на него в поступках, но не физически. Что сказал Али? Чьим потомком будет Махди? Хасана. Это позиция подавляющего большинства. Ибн Каим говорит, что большинство наших ученых говорят, что Махди будет из потомков Хасана. Ибн Каим также здесь указывает на один интересный момент. Он говорит, что больше подобает, чтобы Махди был из потомков Хасана, потому что Хасан отказался от правления халифатом мусульман. А Хусейн, и в этом нет ничего плохого, наоборот, устремился к власти, будучи убежденным. И он был прав в этом, что он лучше будет вести правление, чем тот, кто был во власти. Но в этот момент случилась та самая трагедия. То есть Хасан отказался от власти после того, как получил ее. Поэтому Аллах из-за благодати этого вернет его потомству этот трон. Из-за благодати этого из-за его потомства выйдет настоящий Махди, который объединит общину мусульман и распространит справедливость на земле. Также об Имаме Махди приводится хадис в том же сборнике Абу-Дауда, что Пророк Миром и Благословения сказал, «Махди будет из моего потомства». У него будет широкий большой лоб и орлинный нос, то есть его нос не будет приплюснутым, он будет острым, орлинным, и лоб будет большим. Можете посмотреть на тех, у кого он широкий. Таким будет лоб у Имама Махди. Также Пророк Миром и Благословения сказал, «Махди из нас, ахлюль байт». Аллах его исправит, Аллах его сделает праведным за одну ночь. Наши ученые говорят, что Имам Махди будет расти, и люди не будут его знать как религиозного человека. Он может быть обычным мусульманином, даже может быть ничего обычного, но случится нечто. За одну ночь он станет праведником. Это дает надежду каждому из нас, кто пребывает в грехах. Даже Имам Махди начнет с низа, а затем что-то в нем вспыхнет, и тауба будет принята, он изменится и станет праведным человеком. Даже Махди будет тем, кто отказался от своей прежней жизни. Пророк Миром и Благословения Аллаха сказал, «Аллах изменит его и поправит за одну ночь». «Поправит», значит, сперва будет несправедливым. «Юслиху» означает, что он не был салих до этой ночи. Это радость для всех нас, грешников, то что Аллах может любого изменить и простить ему. Многие из сподвижников до принятия ислама делали страшные вещи, но Аллах наставил их на истинный путь, и какими они стали. Поэтому мы не должны смотреть в прошлое, братья, мы должны смотреть в будущее. Из того, что мы узнали об Имаме Махди, что должно нас, живущих в такое время, заставить задуматься, то, что упомянуто в хадисах, в хадисах Абу Дауда, что Пророк Миром и Благословения сказал, «Земля будет полна несправедливости, земля будет полна несправедливости и тирании, и придет Махди и заполнит ее справедливостью и правдой». Это значит, что мир будет в очень печальном положении. Земля будет полна несправедливости. Если посмотреть на то, что происходит сейчас, Аллаху мустаан, мы все, кажется, идем в одном направлении. От плохого к худшему. Мир становится все хуже и хуже. Скоро мир будет полон несправедливости. Мир станет темным, мрачным и черным. И в этом мраке Аллах отправит свет для уммы. В этой темноте, когда будет казаться, что нет никакой надежды, Аллах отправит человека, который объединит мусульман и изменит положение в мире и вернет в нем справедливость. Это одно из прекрасных предсказаний, которое пугает нас, но в то же время успокаивает. То, что будет плохо, но после, иншаллах, станет лучше. Из того, во что мы верим относительно Маади, является также то, что он будет из Медины. И то, что он будет вынужден убежать из Медины в Мекку. Он вырастет в Медине. Но из-за некоторых обстоятельств, опасаясь за свою жизнь, он будет вынужден спастись бегством в Мекку. Этот хадис также упоминается в Абу-Дауд. В нем пророк, миром и благословении, говорит, «Один мужчина из жителей Медины убежит в Мекку. Там к нему подойдут люди и заставят его принять их присягу. А он будет отказываться, не желая ее принять». Маади не будет заявлять, что он Маади. Субханаллах, я забегаю вперед, но запишите это. Каждый, кто говорит, что он Маади, знайте, что он лжец. Согласно хадису, кто бы ни заявил в подвале дома своей матери, или давая лекцию в Ютубе, что он Маади, знайте, что он лжет в этот момент, в этом месте. Маади не будет желать быть Маади. Люди заставят его быть им. Люди скажут ему, у тебя нет другого выбора. Ты наш лидер. Ты должен быть им. А он не будет желать им стать. И только поняв, что нет выбора, он неохотно примет это бремя. Вот поэтому любой, кто говорит, приходите ко мне, я Маади. А возле него только два человека, пять человек, десять человек. Он лжец. Согласно тексту хадиса. Маади не станет заявлять, что он Маади, призывая вас к себе дать ему присягу. Это сделают люди. Люди полюбят его. Люди будут уважать его из-за его нравов. Не из-за того, что Маади скажет, я Маади, присягните мне. Итак, этот хадис содержит важные моменты. То, что Маади из Медины родился и вырос там, в один день он изменится, станет праведным человеком. И, возможно, это то, что мы сегодня часто читаем. Возможно, будут некоторые политические перевороты. И правители тех времен увидят в этом человеке угрозу для них. Как? Мы не знаем. Возможно, они будут знать его родословную. Возможно, будут ходить слухи, что он Маади. Но правители скажут, этот человек – угроза для нас. Поэтому он, чувствуя опасность, убежит из Медины. Он, будучи без армии, один, лишённый чьей-либо помощи, будет вынужден отправиться в Мекку, спастись бегством в Мекку. Почему Мекка? Потому что, согласно нашему шариату, когда ты заходишь в Мекку… Согласно нашему шариату, когда ты заходишь в Мекку, никто не причиняет тебе вреда. По нашему шариату, когда ты заходишь в Мекку, никто не трогает тебя, потому что ты под защитой Аллаха Субхана Вта Алла. Поэтому Маади убежит в Мекку, надеясь на защиту Аллаха. Что же случится после этого? Следующий хадис. Аиша, да будет довольна ею Аллах, рассказывает, что в один день Пророк Миром и Благословения проснулся в беспокойстве из-за увиденного сна. Затем он сказал, я увидел во сне нечто, что вызвало мое беспокойство. Он рассказывает Аиша. Это было удивительно, странно. Я увидел, как группа людей из моей общины с оружием направляется в сторону Каабы. Они дошли до местности под названием Аль-Байда, это местность возле Мекки. Знаете Аджад? Клиника Аджада, Аджадская дорога, до него находится Байда. Когда ты едешь в Мекку через Аджад, до того как доехать до Аджада, ты пересекаешь землю Аль-Байда или долину Аль-Байда. Итак, Пророк Миром и Благословения Аллах сказал, они будут пересекать Аль-Байда, и вдруг по воле Аллаха земля разойдется, и все они провалятся вниз и будут уничтожены. Где приводится этот хадис? В Бухарии и Муслиме. В нем упоминается Махди? Нет, не упоминается. Что же упоминается? Армия мусульман атакует Каабу. Как может армия мусульман атаковать Каабу? Вернемся к последнему хадису Абу Дауда, которого нет в Бухарии и Муслиме. Некий мужчина из Медины убежит, то есть Маади убежит в Мекку получить безопасность возле Каабы. Люди дадут ему присягу. Теперь мы добавляем этот хадис. Правители придут в ярость, как этот политический агитатор. Отправьте туда войско, и эта армия будет уничтожена Аллахом Субханава Тааля. И когда это случится, это будет признаком того, что пришел Маади. Пока это не случится, никто не может заявлять, что он Маади. Любой, кто заявляет, что он Маади, лжет. Потому что даже сам Маади будет говорить, нет, нет, я не могу им быть. Я недостаточно хорош. Он будет отрицать это. Вот как поступают настоящие лидеры. Настоящие лидеры не хотят быть лидерами. Это поступок настоящих правителей. Таким образом, Маади неохотно примет присягу. И когда в его сторону направится армия, и она будет уничтожена Аллахом, это будет признак. Каждый узнает, что это Маади. Но пока не случится это, братья и сестры, не думайте обмануть себя милыми речами. Не дайте обмануть себя змеиными языками. Маади не будет призывать к себе, говоря, что он Маади. Когда Аллах покажет эти признаки, тогда мы все узнаем, что этот человек на самом деле Маади. Известно, что никто не нападет на Каабу, кроме местных жителей. Это большое благо для нас. Но в то же время это печально. Благо то, что никто из ни мусульман никогда не нападет на Каабу. Альхамдулиллах. Это большое благо от Аллаха. Пусть все эти исламофобы распространяют свою ложь, угрозы и что бы ни было. Но ни одна армия не мусульман никогда даже не вздумает напасть на Мекку. Этого не будет. Пока в этом мире есть мусульмане, Мекка никогда не подвергнется нападению не мусульман. Но кто нападет? Ее же жители нападут на Мекку. Пророк, мир ему и благословение, предсказал, что никто не нападет на Мекку, кроме жителей самой Мекки. Это конечно же нас печалит, но в этом есть и некая радость, что Аллах сохранит Каабу от них мусульман. Пока в этом мире есть мусульмане. Когда ни одного мусульманина не останется, что случится тогда? Придет армия из Эфиопии и разрушит Каабу, когда там не будет уже мусульман. Это будет в самом конце времен, перед тем, как подуют в рог. То есть перед началом судного дня, когда мусульман уже не останется на земле. Также из описаний имама Маади то, что он будет предводителем всей мусульманской уммы. И это удивительное событие, подобного которому мы не видели со времен раннего исламы. В хадисе говорится следующее. Справедливость настанет тогда, когда римляне разобьют лагерь в местности Дабик. Это маленькая деревня в Сирии. Когда римляне разобьют лагерь в местности Дабик. К ним выйдет армия из Медины, состоящая из лучших людей на земле. И они встретятся с армией из Рима в этой местности Дабик. Рассказывается о великом сражении Армагеддон в этом месте. И далее в хадисе идут подробности. Я не стану приводить все, но упомяну то, что эта армия мусульман дойдет до Константинополя и завоюет его. В этом хадисе есть неясность для всех современных мухаддисов. Никто не может сказать точно, что значат эти слова. А как мы можем понять их? Что такое Константинополь? Стамбул. Что значит то, что они пойдут завоевывать Константинополь? Аллаху алам. Значит ли это, что он вернется к ним мусульманам и затем Аллаху алам? Мы не знаем, но в этом хадисе упоминается, что та армия, которая выйдет из Медины. Какая армия выйдет из Медины ближе к концу времен? Армия Махди. Она сразится в великой битве Армагеддон, выиграет в ней и продолжит сражаться, пока не завоюет Константинополь. Хадис приводится в сахихе муслимы, он достоверный. В другом хадисе упоминается Иерусалим, хадисе Термезии, который недостоверен. Объединяя все, мы получаем рассказ, что армия Махди объединит мусульманский мир. Мы можем выдвинуть такую гипотезу, но это предполагаемо, не точно. Армия Махди объединит весь мир, везде будет мир и справедливость. И этот промежуток времени будет одним из самых великих периодов известных исламской истории. Наш пророк, мир и мой благословение, восхвалил имама Махди в нескольких хадисах. В одном из них, и это один из хадисов сахиха муслима, достоверный хадис, но имя Махди не упоминается. Пророк миром и благословения говорит, ближе к концу времен появится халиф, который будет давать деньги бедным, не сосчитав какую сумму он дает. Он восхваляет его за его великодушие. В другом хадисе сказано, к концу времен, можете представить время, когда Иса ибн Марьям спустится с небес. Этот хадис в сахихе муслима. А ваш имам будет из вашего числа. А ваш имам будет из вашего числа. Когда спустится Иса ибн Марьям во время утренней молитвы, и имам попросит его руководить намазом, он скажет, нет, икама была для тебя. Так он совершит намаз за одним из вас, из-за уважения к этой умме. Этот хадис в сахихе муслима, то есть он достоверный, в нем упоминается слово Махди? Нет. А что упоминается? Это один из самых достоверных хадисов об имаме Махди. Кто удостоится этой чести? Что Иса спустится, а он будет имамом в намазе. Кто удостоится этой чести? Что Иса совершит намаз за ним, одним из нашей уммы. Так сказал Пророк, мир ему и благословение. Он будет из нашей уммы, и Иса совершит за ним намаз. Кто этот человек? Это никто иной, как Махди. Итак, вера в имама Махди основана на хадисах из Бухари и Муслима. В них нет слова Махди, но оно есть во всех других книгах. Из другого хадиса, приводимого также в Абу Дауд и Муснаде имама Ахмада, мы узнаем, что имам Махди будет править 7 лет. В достоверном хадисе говорится, что он будет править 7 лет. То есть мы также получаем временные данные, что Махди будет обладать властью. Не будет жить, потому что он будет жить долго до этого. Он будет править 7 лет. Он установит свою власть, свое господство и будет править 7 лет. Также мы узнаем, этот хадис тоже приводится в сахахе муслимы. То есть это еще один хадис, в котором упоминание Махди косвенное. Мы также узнаем, что будет великая война, в которой мусульмане выиграют. Затем распространятся слухи, что в таком-то месте появился даджжаль. Их имам соберет армию, чтобы найти даджжаля. Но слухи окажутся неправдой. Но в тот момент, когда выяснится, что это неправда, на самом деле появится даджжаль. Что это нам говорит? Когда придет Махди? До даджжаля. Возможно, кто-то из вас в среду присутствовал на моей лекции. Там я сказал, что Махди – последний из малых признаков, который будет связан с началом больших признаков. Теперь вы поняли, как? Махди – последний из признаков, связанный с началом больших признаков. Во время Махди придет даджжаль. Мусульмане выйдут на битву с даджжалем. Будет ли она успешной? Нет. Никто не сможет убить даджжаля, даже Махди. Но кто же убьет? Только один. И это Исаибну Марием. Но что сделает Махди? Махди распространит мир и стабильность среди людей, которые с ним. У тех, кто с Махди, будет некоторая защита, у них будет некоторая безопасность. Они будут убегать и сражаться в разных местах. Многие умрут шахидами. Но группа из них сохранится. До тех пор, как говорится в хадисе Сахиха Муслима, пока эта армия не дойдет до Дамаска, Демашк. Они будут совершать намаз в мечети Умайя. В хадисе не упоминается, что это мечеть Умайя. Но там говорится, возле белого минорета. Все единогласны в том, что под белым миноретом имеется в виду одна из самых ранних мечетей, которая не только сохранилась по сей день, но и функционирует. Мечеть Умайя, построенная Абдуль-Маликом ибн Марваном 1350 лет назад, в которой по сей день совершаются намазы. Он построил возле нее прекрасный белый минорет, возможно даже не зная об этом хадисе. И говорится в хадисе, что мусульмане будут совершать намаз в Дамаске, возле белого минорета. И когда дадут икама на утренний намаз, вдруг они увидят пророка Ису, спускающегося с небес на крыльях двух ангелов. Они подождут, пока он спустится. Не нужно доказательств на то, что это Иса, когда он спускается с небес на ангелах, не так ли? Будет очевидно ясно, кто этот человек. Уже появился Даджаль, уже многое случилось. Они ждут, пока он спустится, говоря, как даже Иса спустится. И вот они возле мечети в Дамаске ждут, ждут, ждут. И в момент, когда он будет спускаться, они сразу поймут, что это он. И как только он спустится, имам, в хадисе не говорится, маади. Имам, ваш имам предложит ему выйти вперед. Но он скажет, нет, икама была прочитана для тебя. Ты должен встать и руководить намазом. А после этого нет каких-либо упоминаний об имаме маади. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok